приветствую вас мои дорогие с вами жанна фетисова москве все чаще стало проклядывать солнышко это радостно хотя она пока не греет но по крайней мере есть какой-то свет по вечерам уже до во второй половине дня иначе у нас можно было круглосуточно просто включается люстру и все только во время сна и и выключать то есть ты встаешь темно днем темного вечером темно ночью темно ну в общем вот так очень мало было света в последнее время небо было все в тучах а сейчас она даже какое-то похожие на голубой цвет имеет и солнышко это очень хотел рассказать вам забавную историю не так давно я встретила по торговом центре женщину точнее так она сама кому подошла поздоровалась я смотрю на лицо понимаю что я знаю этого человека в лицо но никак не могу вспомнить не имени не обстоятельств при которых мы познакомились и возможно и долго даже общались но это конечно ужасное состояние когда человек к тебе так радостно подлетает и ты никак не можешь его вспомнить говоря по поводу памяти человеческой совсем небольшое количество может в одно и то же время сохраняться в памяти человека фамилии и имен ну то есть там сто с небольшим все время может держаться ну конечно же если есть какие-то заболевания связанные с сниженной памятью естественно их будет совсем тогда немного ну и бывают люди которые помнят чуть больше но в общем среднем вот такая примерно цифра что происходит когда мы узнаем новых людей знакомимся с ними они входят в постоянный такой наш круг общения то есть мы их активно запоминаем называем по имени это означает что из нашего списка постепенно наша память будет буквально выдавливать кого-то другого то есть всего лишь ограниченное количество да вот знаете как на дискетке есть память до в определенных гигабайтах мегабайтах и все больше не предоставлено вот так устроен мозг человека и вероятно когда-то я действительно с этим человеком общалась и так примерно я понимаю откуда я ее могу знать но вот хоть увидите ни фамилии ничего я так вежливо покивал и покивал и спросила как дела и все так я не вспомнила представлять мы попрощались я так не вспомнила так были ли у вас такие забавные ситуации обязательно напишите еще у меня была совсем прям жутко это странная ситуация когда я помню я была в поликлинике во взрослой что-то я там по моему для мамы собрала ли ты выписывала таблетки но наверное да во время к вида чтобы она не ходила до по поликлиникам лишний раз не заражалась и в итоге ко мне подходит женщина начинается она активно прям так разговаривать называет меня по имени фамилию мою знает и начинает мне что-то такое рассказывать я смутно понимаю что почему-то она знает моих учителей школы каких-то одноклассников я никак не могу вспомнить кто это представляете ну то есть вот с годами некоторые люди так сильно могут меняться и потом вдруг в какой-то момент я понимаю когда она спрашивает у меня но так что ты поступила в театральный институт как планировала я же помню ты все вот сидела книжки читала тексты учила и тут меня осенило что это моя одноклассница ну то есть мы не учились не все десять лет у нас был смешанный класс после 9 кто остался дальше учиться к у кого пропустили да и все остальные отсеялись уже ушли в училище в какие-то в итоге я поняла кто это да я так и не вспомнила именно представляете ну вот так так тоже бывает то есть за это время у меня миллион людей передо мной буквально пробежал потому что я естественно много текстов учила много имен фамилий запоминала этим то есть имя отчество я учу долго проверяю себя какие-то заметочки себе пишу пытаюсь проассоциировать да вот я могу учить гигантские тексты художественные на художественную литературу наизусть и прозу и стихи но при этом и имя отчество фамилия у меня долго 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 закладываются где-то там в голове напишите как у вас вот так забавно сейчас я воспользуюсь своим любимым ароматом коко от шанель я этот аромат могу носить и легко а вот к сожалению пятерочка это видимо не мое льда гиды что-то такое абстрактное я люблю понимать что за композиции чего она состоит и для меня это важно совсем какие-то абстрактные искусственный аромат мне не очень нравится я ношу не часто да еще вот тоже делилась видите его стало меньше но найти так метка редко но метка он конечно царственные абсолютно и это да туалет она гораздо более лег легкая не горькая как коды по фам напишите носите ли вы вот такие сложные ароматы ваша в свой телеграмм у нас совершенно разная аудитория но одинаково интересующиеся косметикой парфюмерии а также кулинарии мы делимся своими рецептами какими-то находками говорим о психологии в том числе в нашей группе есть и мужчины и женщины совершенно разного возраста вот просто все интеллигентные очень интересные люди которые делятся полезным друг с другом так что присоединяйтесь пожалуйста будет отзыв на косметику от бренда фрешлайн косметика это от греческого бренда грис написано значит что я хотела вам сказать и я попробовала вначале нет что вот этот вот да вот этот серум интенс фейс лифт серум роз стенсов это со стволовыми клетками розы вот она эта линейка в розовых упаковочках у меня еще есть крем лифтинговый и крем под глаза в наборе не было только этого серума и мне дали для полного понимания картины несколько вот таких пробничков я несколько раз использовала три или четыре меня было пробников таких знаете что я вам хочу сказать это средство подойдет для тех у кого кожа жирная склонна к жирности либо вы очень любите финиш пудровый такое ощущение что после этого серума как будто бы пудра уже нанесена на лицо но в общем-то обычный такой полупрозрачный слегка желтенький и быстро впитывается но он имеет очень яркий пудровый аромат я только надеюсь что вот эта линейка с таким ароматом хотя все может быть да серум вот таким он очень интенсивным долго чувствуется ну вот решили видимо розную такую вот линейку сделать именно с ароматом пудры причем такой знаете старинной пудры ретро она вкусная если вы любите такие ароматы я переношу но мне показалось что вот слишком яркий да очень сильно пудровый финиш я думаю понравится обязательно тем кто любит такой эффект на кожу эти два крема пока еще не пробовала и вот сейчас у меня на руке смотрите какой плотненький жирненький такой хороший крем не так он понравился для лица фейс и на крем то есть для лица и зона шеи декольте для ультра фирмен аплифтин то есть такой подтягивающие 3d гиалуроновая кислота пептиды и with orchid stencil то же самое со стволовыми клетками орхидеи я вам скажу так эликсир орхидеи я вам скажу так что это крем который прекрасно подойдет зоне шеи декольте и под глаза если вы искали питательный крем под глаза то тут средний ценовой сегмент средний тире люкс вот такая цена по разному можно купить с 50 процентной скидкой будет вообще очень даже недорого я думаю что вот такой крем должен продаваться в стандартной упаковочке 50 или 30 миллилитров посмотрите сколько он стоит возможно вам для вас это будет выходом как раз в качестве крема под глаза питательный хороший питательный уход не блестящий не жирный но тем не менее дает питание вот сейчас я в зону шеи декольте конечно же нанесу вот такие пробнички прямо много в них крема и вот из этой же самой линейки до эликсир орхидея у меня еще есть ночной крем тоже ну как я понимаю не решили сделать по цветам вот так дневной и темно-синий там немножко с фиолетом на это ночной в общем вот такие у меня отзывы но вот этот сер у меня конечно удивил если совпадет с вашим вкусом вы будете наверное очень очень довольны если пробовали эту косметику греческую то напишите пожалуйста что понравилось делаем уборку дочки в шкафу но саймон все он решил тут остаться похоже да сами ты не хочешь слезать я пытаюсь его убрать но он сидит упорно попросился туда будет жить нет туда нельзя саймон мы там еще не вытерли пыль что любопытный любопытный саймон давай давай иди я тебя заберу идти давай нет смотрите не хочет все ты там будешь жить да да похоже на там понравилось взевает уже сейчас наверно спать ляжет кроссовочки и к карманчиками модными таки очки классические вот такие веселые курточки расцветки хорошие симпатичные японские юбочки для старшеклассниц интересно наверное крепится до пояса или я чего-то не понимаю что это за пока такое немножко все детское футболочки кстати футболки неплохие тут взгляну достаточно вот такие симпатичные сейчас покажу симпатичные дочки взять кстати говоря тут очень приятный мужской отдел модные вещички есть зайдите если еще не были в этом магазине они все в торговых центрах и вот видите какие длинные рукава на майках не всегда такие продаются вот здесь именно есть смотрите что это для артистов цирка вероятно это мои знакомые артисты цирка похожая семья клоунов вот такое и носила ой какие маленькие сумички кошки кошки что мы видим что мы видим кошек мы видим их шерсть мы видим какой симпатичный смотрите не очень дорогая одежда я бы сказала даже и бюджетная и вот такие кардиганы если искали хлопковые вот они в наличии и еще вот в таком цвете большие есть размеры есть маленькие обратите внимание это есть это не везде кстати говоря есть очень много синтетики сейчас решила все-таки дочки взять вот эту вот unique you красивый цвет индиго спит до спит по спитке что-то такое а вот осенне-зимний еще сезон мы тоже тренчи появились классических цветов есть есть утепленные листы теплые платья ну что таки носить нужно конечно фигуры иметь идеальную что это все облегающие ну либо брать тогда очень-очень большой размер что прям так свободненько было какой он и сказал щеки все равно вы смотрите батача на в вашке правда что из большая размера видите вот это но это какие размышки Симпатичная обувь Яркая, разная Аксессуаров здесь много Ну, такой симпатичный магазин Вы знаете, я как-то Несерьезно к нему относилась То ли был меньше ассортимент Я когда заходила сюда Главное, уборы есть Будете здоровы, кто-то Чихает Шапочки, шарфики Вот такие кеды Сюда хорошие, да? И кофейные все И даже косметика есть Сода, сода, сода Это сода Так, есть классические Топы Это хорошо Еще бы они были по длине немножко Вообще замечательно Да, знаете, что хорошо? Тут есть спортивное белье Если искали белье для дома Ну, тут и обычное есть Вот такое удобное Для спортзалов Для дома То, загляните Здесь довольно-таки много всего Ну, и это, конечно, да И домашняя одежда И такая вот просто Комплектная, да? Одежда из спортивных брюк Фиболочек Ну, вот такие Такие носила И к длинному Как-то привыкла Много лет ходила В длинном пальто Раньше думала, что это не очень удобно Но нет, на самом деле Это удобно Потому что в них не холодно Можно носить какую угодно юбку Или даже очень тонкую Да, в большом магазине, конечно Да, взяли и отрезали пол пиджака Она совсем не в талии Поэтому мне не подойдет Но смотрите Вот кто такие носит Любят Чет очень модный силуэт Есть еще розовые И вот эти молочные Кстати, симпатичные Да, он очень даже неплохо С поясом, да? Ну, 7 тысяч стоит Я сейчас в Ле Туаль Хочу вам показать новую коллекцию Которая здесь появилась Ю Это все Это все аналоги Вот это все аналоги Известных парфюмов Я все говорила Что невозможно Уэлт Глюбэл скопировать Можно Может быть не 100% Но он тут более интенсивный Джо Малон Вот они, колокольчики в России Но они есть И смотрите Сколько их разных Ну, это тоже другое Так, и табака Ваниль Вот он Табака Ваниль Похож 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 Да Ну, в общем, вы теперь знаете Что вот такое есть Послушайте Возможно Найдете тут Твой любимый аромат Мабусин Вот Товерное название Вы тоже, скорее всего Найдете Очень похожее На Люкс Ну, правда Тут и цены В общем-то Не маленькие Но Все равно Дешевле Чем Люкс Вот этот, по-моему Аромат Сейчас покажу Вот Майдвест По-моему Вот он Очень похож на Диоровский В пользу Неожиданно Редактор субтитров А.Семкин